МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первый в этом году весенний субботник прошел на лыжероллерной трассе имени Ларисы Лазутиной. Участие в нем приняли почти 150 человек. Глава района Андрей Иванов вывел на уборку сотрудников районной и городской администрации. За преображением Одинцовского спортивного парка отдыха наблюдала Мила Тарасевич. Этой акции дали старт весенним субботникам в районе. Лыжероллерная трасса имени Ларисы Лазутиной выбрана не случайно. Совсем недавно ее торжественно открывал губернатор Подмосковья. Андрей Иванов считает, что спортивный объект важно поддерживать на высоком уровне. Он уверен, что трасса не окажется брошенной, а подобные акции по ее уборке станут регулярными. Наша лыжероллерная трасса, которая, я уверен, в ближайшем будущем будет самым любимым местом для отдыха наших горожан и жителей Подмосковья. Поэтому сегодня первая акция. Мы взяли для себя порядка пяти гектар на сегодняшний день лесной территории, парковые зоны, для того, чтобы привести ее в порядок, убрать от сухостоя, убрать мусор, который мог появиться здесь за зимний период. Основная цель субботника – зажечь неравнодушных жителей собственным примером. На территории в пять гектаров была проделана санитарная вырубка и опиловка деревьев. Собран мусор, выкорчеваны старые пни, измельчены ветки специальным аппаратом. Полученную щепу можно будет использовать на благоустройство парка. Заместитель руководителя администрации по вопросам ЖКХ Дмитрий Ольховик отметил сплоченность команды. Люди с большим энтузиазмом этим занимаются. Здесь ключевой как раз момент в том, что мы даже не делимся на больших начальников и маленьких. Здесь глава работает района, глава городского поселения, работают все заместители. И мы не делимся здесь на кого-то. Мы большая команда, и все с удовольствием это делают, от мала до велика. И, в общем-то, носим бревна, сучьи, пилим, собираем мусор. Это сплачивает. Но, поверьте, это тот формат, наверное, который очень востребован, потому что командная работа на благо Родины, она и здесь проявляется. Я думаю, что это очень здорово, и будем продолжать. У нас энтузиазма полно. Глава района призвал всех неравнодушных жителей участвовать в регулярных акциях, которые будут проходить каждую пятницу и выходные. По словам Иванова, важно привести в порядок парк и лес. Сделать его чистым и комфортным для прогулок и занятий спортом к моменту, когда все начнет распускаться. Проходящая акция привлекла внимание лыжника с 30-летним стажем, который часто занимается спортом в любимом парке. Отлично. Просто, допустим, я не знал, я бы тоже пришел. Участники субботника выполняли свою работу добросовестно, не жалея сил. Андрей Иванов показал хорошую сноровку, легко управляясь с бензопилой. Начал с обычного валежника, а затем, разогревшись, перешел к толстому сухостою. Этим навыком его обучили в прошлом году. Очень большая, на самом деле, физическая нагрузка. Мы, обыватели, люди, которые никогда с этим не сталкивались, конечно, не представляем, пока не взяли тяжелую пилу и не начали пилить. В прошлом году был тоже субботник. И я попросил наше МБУ обучить меня, собственно, правилам и нормативам, как пилить сухостой, как пользоваться пилой, потому что все-таки это опасный инструмент. Из прошлого года эти навыки остались, поэтому сегодня я их успешно принимаю. Мне нравится это. И плюс к тому это еще и полезно с точки зрения здоровья на открытом воздухе. Всего сотрудники администрации собрали более 100 кубометров сухостоя и заполнили 8-кубовый контейнер мусора. Так много его накопилось за зиму. Очередная акция по уборке лыжероллерной трассы состоится в ближайшую пятницу. Театральными премьерами завершился фестиваль народного творчества «Одинцовские самоцветы». Семь насыщенных конкурсных дней отметились множеством ярких выступлений. Свои силы на сцене попробовали более 700 человек. В завершающий день выступали театральные коллективы и мастера художественного чтения. Из Одинцовского центра эстетического воспитания Станислав Трифонов. Конкурсный день в семье самоцветов начинается с грустной ноты. Ушел из жизни мастер экспромта, лауреат фестиваля Валентин Князев. У Галича есть такие стойки. Уходят, уходят, уходят друзья. Одним никуда, а другие князья. А он не ушел, хотя и имел фамилию такой громкую, Князев. И мы его между собой называли всегда Князь Успенский. Но он был всегда с нами, с народом, с людьми. Жизнь продолжается. Шлем жюри Александр Коротков погружается в оценочные листы. На сцене неугомонные. Театральный коллектив клуба «Ветеран» представляет сказку «Волк и семеро козлят» на новый лад. Сюжет знаком всем с детства. Но у автора и режиссера спектакля Галины Степаньковой жизнь многодетной козы значительно сложнее, чем у героини старой сказки. Отца нет, запросы у козлят большие. Волк провел их в два счета, но самому маленькому козленку удалось спастись. И теперь он имеет право получить в наследство все имущество. Неугомонные уступают сцену студии «Рампа» руководителя Михаила Корыцева. Сцена из спектакля «О зоре здесь тихие». Шесть девичьих исповедей о жизни, о любви и верности. Театр студии «Крылья» на фестивале с фрагментом спектакля по пьесе Леонида Филатова про Федота Стрельца «Удалого молодца». Первое, что бросается в глаза – оригинальные костюмы художницы Станислава Лисковской «Люди-куклы». Впрочем, «Крылья» давно уже приучили зрителей к творческим открытиям. Труппе 9 лет, в репертуаре 15 спектаклей. Почему сказка Леонида Филатова появилась в их репертуаре? Хотелось чего-то нового, особенного, потому что эта пьеса уже сыграна, но только ленивый не играл, наверное, Леонида Филатова. Но я думаю, что мы сумели оригинально сказать свое «Собственно, и я». И этот спектакль будет иметь продолжение, потому что уже сейчас, открывая интригу, для концерта «На колесах» 9 мая уже рождаются куклы и фрицы, и русские солдаты. В итоге жюри присудило «Крыльям» диплом первой степени, а гран-при достался Одинцовскому любительскому театру Светланы Лапшиной. Марина Овчинникова и Александр Цымбал представили одноактную пьесу Семена Злотникова «Два пузеля». Такая тонкая психологическая история была рассказана, так это срежиссировано и сыграно, тонко было, что взаимоотношения мужчины и женщины мы поняли через их рассказ о животных. Очень тонко, чисто, романтично, спасибо. В фойе готовятся к выходу на сцену участники номинации «Художественное чтение». Евгения Астафьева напутствует дебютантов. Это чудесно, что можно поделиться своими чувствами, своими переживаниями. И самое главное – передать эти чувства ветеранам. Ведь накануне такого большого праздника, такого события, это очень важно. Так как в этом году 70 лет победы, то одно из моих стихотворений, написанное Евгении Станиславовне было посвящено ветеранам. И отрывок «Они уходят, понимаете, уходят. И с каждым годом звон медалей тишь, тише. Они уносят, понимаете, уносят ту правду, что знать не лишнее». Сегодня впервые Владимир Зубцов выйдет на сцену с гармонистом Василием Тупотиловым. Это будет новое прочтение Василия Теркина. «Только взял боец трехрядку, сразу видно гармонист. Для начала, для порядка кинул пальцы сверху вниз. Позабытый деревенский вдруг повел, глаза закрыв, Стороны родной Смоленской грустный памятный мотив. И от той гармошки старой, что стала с сиротой, Как-то вдруг теплее стало на дороге фронтовой». В номинации «Художественное чтение» 36 конкурсантов. Лучшим жюри признала Владимира Маринникова. Со всеми победителями фестиваля жители Одинцова смогут встретиться 25 апреля в культурно-спортивном центре «Мечта» на галоконцерте. Станислав Трифонов, Галина Поликарпова, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцова». Старая русская поговорка про дураков и дороги нашла подтверждение в городе Одинцова. Иначе описать ситуацию во дворе дома номер 51 по улице Вокзальная нельзя. Привыкнуть к местным дорогам жильцы не могут уже многие годы. Ситуацию усугубляют автомобилисты, которые используют двор как перехватывающие парковку. Здесь они оставляют свои машины и идут пешком на платформу Баковка. О том, как люди пытаются выехать из собственного двора в нашей рубрике без комментариев. Стана! Стана, держи! Стана, держи! КОНЕЦ Московская область стала одним из 12 пилотных регионов для тестирования комплекса ГТО «Готов к труду и обороне». Напомню, что инициатором проекта стал Владимир Путин. Министерство физической культуры, спорта и работы с молодежью Московской области утвердило трехлетний план введения комплекса ГТО в Подмосковье. Привлекать жителей к спорту и сдачи нормативов планируют поэтапно. Сначала откроются первые зональные специализированные центры. Далее предусмотрено внедрение ГТО во всех образовательных организациях. А в завершение, в 2017 году, начнется повсеместный запуск программы, в том числе и для взрослых. Безбилетников подмосковных автобусов оштрафовали на 545 тысяч рублей за последние полтора месяца, говорится в сообщении Министерства транспорта Московской области. Сейчас за проезд с «Зайцем» предусмотрен штраф в размере 1 тысячи рублей. За неправомерное использование льготных карт тоже придется раскошелиться, но уже на 2,5 тысячи рублей. К тому же лишится и самой соцкарты. За время работы мобильные группы проверили более 10 тысяч автобусов. Во время Великой Отечественной войны бои за Украину шли до 1944 года. В ноябре 1943-го советские войска освободили Киев, а в апреле-май 1944-го — Правобережье и Крым. В конце августа 1944 года Красная Армия выбила немцев с Западной Украины и начала наступление на оккупированные Германии страны Центральной Европы. 71 год назад, 17 марта, опубликовано сообщение о том, что в республике возобновили работу свыше 10 тысяч школ и 48 вузов. В фестивале уличного танца «Реакция» состоялся в Доме культуры «Горки-10». Четкие биты в музыке, драйв и бурная реакция сверстников — вот главные ориентиры этого танцевального марафона. Екатерина Старосветская познакомилась с современной субкультурой. Этой весной фестиваль уличного танца «Реакция-2015» прошел в юбилейный пятый раз. Каждым годом он все больше набирает обороты и выходит на новый уровень. Такие масштабные события в жизни молодежи не обходятся без поддержки местной администрации. Я хочу в первую очередь представить того человека, который помогает нам всегда во всех наших начинаниях. Это глава сельского поселения Успенская Владимир Владимирович Горяев. Я думаю, здесь просто шквал аплодисментов! Сегодня вы обязательно поймаете ритм, обязательно все ваши достижения будут здесь проявлены, все ваши таланты. Кто-то их откроет впервые, кто-то подтвердит. И у вас есть прекрасная возможность поделиться друг с другом опытом. Участие в фестивале приняли не только танцоры из Одинцовского района, но и со всех уголков нашей страны. Ставрополь, Владимир, Вязьма, Брянск и Омск. На спортивном фестивале устроили настоящий паттл в трех номинациях. Хип-хоп, брейк-данс и пампинг. Как ни странно, в хип-хопе выступают в основном девчонки, а брейк-дансы, конечно, парни. Для обывателей хип-хоп – это свободный танцевальный стиль, где движения похожи на кач и волну. В брейке же главное – акробатические стойки, фризы и замирания. Также у нас представлена номинация «паппинг». Это то, что раньше, чтобы было понятно зрителю, это назывался «верхний брейк-данс». Это вот робот, волны, то, что непосредственно я танцую. Вот эти вещи. Вот это вот вещи. Шаг вперед. У вас замечательно получается. Спасибо. Ну, я тренирую студию «Симпарк» здесь, рядом. Самое важное в выступлении – это почувствовать биты музыки. Все остальное полностью зависит от импровизации танцора, его мастерства и умения комбинировать разные техники, а также способности обыгрывать своим телом мельчайшие акценты музыкального трека. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хотелось бы, да, достичь уровня мирового, вот, а там посмотрим, как бы. Занимаюсь давно, около 10 лет, вот, мое любимое занятие. Выплеснуть свою энергию, свой негатив, нравится качать под музыку, вот, ну и, как бы, привычка – это все как наркотик. Невозможно от этого оторваться. Победители районного конкурса «Реакция-2015» автоматически становятся участниками московского фестиваля «Тимка». А еще в этом году проходит отбор на белорусский конкурс уличного танца «Мэтрэббитфест» среди профессионалов. Платформа «Реакция», она именно с целью такой создана, чтобы могли юниоры, начинающие даже, да, обменяться с профессионалами и подискутировать, а что-то обсудить и что-то спросить. Потому что, ну, и все происходит в такой дружеской атмосфере. В большинстве своем просто на многих фестивалях иногда бывает, что боятся там судить что-то, спасить лишний раз, и как-то не подходит. А у нас именно вот такая дружеская атмосфера, вот, пусть в тесноте это не в обиде, как говорится. Екатерина Старосветская, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Одинцовская «Заречье» провела первый матч четвертьфинала чемпионата России по волейболу. На своей площадке подопечные Вадима Панкова принимали гостей из Омска. Гости быстро повели в счете, однако «Зареченки» сумели преодолеть волнение и к первому техническому перерыву набрали итоговый темп. У «Амички» начались проблемы с приемом. «Заречье» напротив блестяще действовала в атаке и выиграла партию со счетом 25-15. Неудача на первом отрезке встречи нисколько не смутила «Амичку». Команда с новой силой вошла в игру. Подачи Нэнси Карильо доставили немало хлопот подмосковным волейболисткам. Однако под чутким руководством Вадима Панкова Одинцовская команда удержала равновесие и при оглушительном реве трибун вырвала победу во втором сете со счетом 26-24. Третий сет «Амички» оставили за собой, зато в четвертом «Заречье» Одинцова довело игру до логического победного финала. 3-1 по партиям. С таким результатом одинцовские волейболистки провели первый четвертьфинальный матч чемпионата России. Впереди у команды ответная встреча в Омске 20 марта. Полную запись трансляции этой игры смотрите на нашем канале в среду в 18.00. Три раза в год лучшие производители Белоруссии привозят свою продукцию и товары в Одинцово. 17 марта в Одинцово-экспо открылась выставка «Сделано в Белоруссии». С ассортиментом ознакомилась моя коллега Мария Шматкова. Белорусский лен, женская и мужская одежда, демисезонные пальто, обувь, сумки, текстиль для дома. Производители из дружественного нам государства представили свою продукцию в выставочном центре. Перчатки белорусской фабрики «Акцент» пользуются спросом у горожан. Новая яркая коллекция изделий любых размеров и цветов подчеркнет ваш образ. Осенний-весенний вариант демисезонный. Нашелки бесподкладочные, кожа ягненочка, олень бесподкладочный. То, что нашим полюбившимся покупателям эта продукция очень нравится. Почему говорю полюбившимся? Потому что мы их очень любим. Они такие здесь доброжелательные. Хочется приезжать, удивлять. Обувная промышленность Белоруссии славится своим высоким качеством. Брестская компания «Белькельми» представила на выставку новую коллекцию обуви. Торговая марка «Белькельми» предоставляет женские, детские, мужские. И, кстати, модели, которые предназначены для спорта активного. Вся обувь исполнена в натуральном. Натуральная кожа, естественно. Модели, кстати, есть летние варианты. Более такие на осень и весну. Почти 50 лет компания «Миловица» создает женское белье, являясь одним из крупнейших производителей корсетных изделий. Оригинальный дизайн и высокое качество – именно это ценят женщины, приобретая продукцию фирмы. У нас очень хорошие корсетные изделия, хорошо моделируют женскую фигуру на все случаи. И выходной вариант, и нарядные, повседневная классика есть, утяжечки. Ну, очень хороший, большой выбор корсетных изделий. Не только мануфактурной промышленностью славятся белорусы. Сало, колбасные мясные деликатесы, кондитерские изделия тоже в цене. Кстати, участники выставки пока не повышают стоимость на товар. Баланс цена и качество сохраняется. Мария Шмоткова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Спонсор прогноза погоды – такси «Аксиома» 222-09-22. Для вашего дома – такси «Аксиома» 222-09-22. Прекрасное такси в любую погоду. В Одинцовском районе продолжается потепление. В среду 18 марта столбик термометра будет показывать около 7 градусов тепла. Ночью же на улице похолодает до нуля. Ожидается северо-восточный ветер до 2 метров в секунду. Атмосферное давление составит порядка 763 миллиметров ртутного столба. При относительной влажности воздуха – 47%. Геомагнитное поле Земли слабо возмущенное. Весенняя пора – это время хорошего настроения и веселых поступков. Самый яркий пример подают дети. Такой вывод можно сделать, посмотрев видеоролики, которые снимают и выкладывают в интернет россияне. Теперь понятно, какие танцевальные движения будут модными в этом сезоне. Не забывайте улыбаться, танцевать и следить за новостями. Информационный выпуск на этом завершен. Я, Святослав Славенков, с вами прощаюсь. До новых встреч на канале ОТВ. Субтитры создавал DimaTorzok